Всем привет! В эфире выход в свет и Анастасия Немират. Как провести выходные с пользой? Зарядиться позитивом? Поймать по-настоящему летнее настроение? Узнайте прямо сейчас. Итак, кофиши Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. В детском музейном центре открылась выставка в рамках арт-проекта «Путешествие анималистов. Экологический вернисаж. Когда я ростом с муравья? Микрокосмонасекомых». Это уже третья выставка совместного проекта Новгородского музея-заповедника, детской художественной школы и региональной общественной организации семей с незрячими и слабовидящими детьми «Умка вместе с мамой». Участники выставки создали художественный образ микрокосмонасекомых, взглянув на него с точки зрения муравья. И тогда маленькое стало большим, а незаметное – очевидным. В пространстве зала на картонных колоннах выросли гигантские цветы и травы. В основании колонн заинтересованный зритель обнаружит живописные энтомологические листы с описанием отдельных видов насекомых. А вот декоративных насекомых из папье-маше можно не только осмотреть, но и потрогать. В воскресенье 4 июня в полдень на выставке пройдет мастер-класс по изготовлению бабочки из бумаги и бусинок. Также 4 июня маленьких новгородцев и их родителей ждут на празднике «Краски лета». В программе, которая начнется в 15.00, игра «Путешествие по станциям. Народные игры. Творческая мастерская». 3 июня в 16 часов в детском музейном центре Новгородского музея-заповедника откроется выставка творческого центра «Визит. Вдохновение». На ней будут представлены работы учащихся отделений изобразительного искусства и народного творчества. Выставка «Вдохновение» – это подарок творческого центра «Визит» всем жителям и гостям Великого Новгорода. 2 июня в 16 часов в выставочном зале Никольского собора состоится открытие выставки «Зодчий Кирилл Яковлев». Следуя традициям, выставка посвящена десятилетию Петербургской архитектурной мастерской «Тектоника». Руководитель Кирилл Яковлев. На выставке будут представлены архитектурные отмывки, графика, художественные фотографии, архитектурные модели памятников, выполненные из натурального дерева. Все эскизные проекты мастерской «Тектоника» выполнены вручную, что позволяет рассматривать их как отдельные произведения искусства. Новгородцы и гости города смогут познакомиться с работами мастеров «Тектоники», в их числе проектные модели Церкви Покрова Божьей Матери в Санкт-Петербурге, Церкви Преображения Господня в поселке Горбунки Ленинградской области и Церкви Святого Евангелиста Иоанна Богослова в деревне Нагово Старорусского района. Ай, лёли, лёли, улуги, гулять, улуги, гулять, дай траву, о, ты встать, ай, лёли, лёли, дай траву, о, ты встать. 4 июня Новгородский музей-заповедник приглашает в Музей народного деревянного зодчества Витославлицы на этнографическую программу «Троицин день». В программе гуляний – праздничные «Звоны на часовне» из деревни Кашира, концерт духовной музыки в исполнении вокального ансамбля «Аура», интерактивные фольклорно-этнографические представления, троицкие обряды, плетение троицких венков, крашение яиц в берёзовых листьях, приготовление яичницы, хороводы и игры с фольклорным театром «Круговина», деревенские игрища и потехи, мастер-классы. В ремесленных рядах каждый сможет приобрести подарки и сувениры от новгородских умельцев. Это всё, о чём я успеваю рассказать вам сегодня. Отдыхайте содержательно. До встречи! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова